Здравствуйте, уважаемые друзья! Этот год знаменательный для нас. Год 65-летия Великой Победы. Молодежь Центра участвует, участвовала и продолжает участвовать в мероприятиях, посвященных этой Великой Победе. Члены Круга «Молодые патриоты России» проехали по маршруту памяти «Ваш подвиг в наших сердцах» с 11 по 16 мая 2010 года организованным Департаментом семейной и молодежной политики города Москвы. Возложили цветы к обелескам защитников Тулы, Орла, Белгорода и Курска. Лидерцы с гордостью принесли копию Знамени Победы по местам священных сражений. Молодежный Центр «Лидер» пригласил вас в интерактивную студию телевидения на медиапроект «Истории устами ветеранов». В рамках проекта объявлена городская акция «Твой вопрос ветеранов». Молодежь хочет знать историю войны из уст ветеранов, переживших эту войну. У нас в студии ветеран Великой Отечественной войны Саксонов Виктор Александрович. Он встретил победу в Берлине. Он является членом Совета ветеранов района Вычина-Жулебина. Также в нашей студии члены клуба «Молодые патриоты России», воспитанники комплексного центра социального обслуживания «Жулебина», учащиеся школы Юго-Восточного округа и студенты московских вузов. Сегодня, 23 августа, в день воинской славы России, день разгрома советскими войсками немецких фашистских войск в Курске битвы 1943 года, мы получили для вас, Виктор Александрович, очень много вопросов в рамках этой акции. Но прежде обратился к документальным стадиям. По Курскому битву. Давайте немножечко досмотрим. Вот здесь вот, видите, ребята, слайшоу, это мы были вот на Прокоровском поле, поле трех сражений. Посадили вместе с ветеранами, которые участвовали в этом поезде. Это вот нас в Белгороде встречают, на Белгородской земле наш поезд. Это мы с ветеранами к монументу несем цветы, возлагаем. Молодежный центр «Лидер» и все организации Москвы. Это фотографируемся с военно-патриотическими клубами. Третье ратное поле России, это Прохоровское поле, ребята. Видите, вот танки. Да, вот так вот там танки друг на друга. Мемориальное отдастся. Большое наступление на Востоке диктовалось не только военными, но и политическими соображениями. Оно должно было вернуть Германии былой престиж, предотвратить распад фашистского болта и вынести разлаг в ряды антифашистской комиссии. Неслучайно в апреле 1903 года Генрих Гиннер заявил. Здесь, на Востоке, решается наша судьба. Здесь русские должны быть искреплены как люди и как военная сила и закрепнуться в собственной крови. В ходе наступления на пуск Верлок стремился окружить и уничтожить войска Центрального и Воронежского фронтов. Операции было присвоено кодовое наименование «Цитадель». Затем планировалось выйти в тыл Центральной группировки Советских войск, перерезать связь Москвы с южными районами страны и овладеть Ленинградом. Всю силу первоначального удара фашистское командование решило сконцентрировать на очень узких участках у основания выступа фронта, образовавшегося в ходе зимнего наступления Советских войск в районе Курска. В местах предполагаемых прорывов южнее Орла и севернее Харькова стягивалось огромное количество техники и вооружения. Большие надежды гиклеровское командование возлагало на применение новых тяжелых танков «Тигр» и «Пантера», что могут орудить «Фердинанд» и самолетов, истребителей «Форки-Вульф-190А» и что моряков «Кеншин-129». Советской военной разведке удалось обнаружить подготовку немецкой армии к наступлению на Курской дуге и даже установить его дату. Хотя при летом 1923 года Красная армия уже превосходила противника в силе и держала в руках стратегическую инициативу, советское командование «Прибольская битва» началось 5 июля 1943 года с наступления немецко-фашистских войск на северном участке на войска Центрального фронта генерала Рокоссовского. Атаки шли одна за другой. Только здесь в составе вражеских танковых войск участвовали в Курской битве штурмовые орудия «Фердинанд». К исходу первого дня сражения в цену огромных потерь враг вклинился в советскую оборону не более чем на 5-8 километров, но прорвать ее не смог. К 10 июля немецко-фашистские войска продвинулись на 10-12 километров, но большего добиться не смогли в войне. В течение 50 дней на сравнительно небольшом участке советско-германского фронта шли беспримерные по своей ожесточенности и упорству бои. За это время в сражении с обеих сторон участвовали более 4 миллионов человек, около 70 тысяч орудий и минометов, более 13 тысяч танков и самоходных орудий и около 12 тысяч боевых самолетов. За 50 дней Курской битвы было разгромлено до 30 дивизий противника. Общие потери немецко-фашистских войск составили свыше 500 тысяч человек. Курская битва – одно из важнейших сражений Великой Отечественной войны, в котором советская армия сорвала последнее крупное наступление немецко-фашистских войск и окончательно закрепила стратегическую инициативу в своих руках. Немецкое командование было вынуждено перейти к обороне на всем протяжении фронта. Одной из составляющих военного успеха под Курском явился самоотверженный труд советских людей в тылу. Лозунг «Все для фронта, все для победы» стал определяющим жизненным дыма страны. Советская экономика, несмотря на трудности начатого периода войны, сумела не только наверстать упущенное, но и существенно увеличить выпуск военной техники и вооружений. В честь победы на Курской дуге 8 мая 2000 года был торжественно открыт мемориальный комплекс «Курская дуга». Виктор Александрович, первый вопрос, который поступил от молодежи, это в каких битвах вы участвовали? Я закончил в 1042 году 10 класс Жанковской средней школы Крымову и поступил во 2-е Киевское артиллерийское училище. Через 9 месяцев началась война 22 июня 1941 года. Через месяц, 22 июля 1941 года, меня выпустили в звание младшего лейтенанта и направили в 100-ю строковую дивизию, которая находилась в Подъельне, и это Смоленская область. Оттуда, из Подъельни, я прошел до Сталимирада, от Сталимирада до Берлина. Закончил 2 мая в Берлине, когда закончилась война в самом форте Берлина. Я участвовал, можно сказать, в Московской битве, в Сталимирадской битве, я участвовал в освобождении левобережной Украины, я участвовал в Мисло-Одерской операции, я участвовал в Берлинской операции. Но вот на Курской в это время я лежал в госпиталь. Был ранен, за время войны я четырежды ранен. В том числе, было сильное ранение в 43-м году, не доходя к Курской битвы, не было раньше, я находился в госпитале в Новочеркасске, а потом еще даже в Берлине. Поэтому, ну поскольку я был, после войны я окончил артиллерийскую академию имени Держинского, потом служил в войсках, был командиром артиллерийского полка, а потом в 23 года был старшим преподавателем в Академии имени Брунзе на кафедре боевого применения ракетных войск артиллерии, поэтому я очень внимательно изучал все операции, в том числе и Курскую. И преподавал ее, и рассказывал молодым офицерам, что такое Курская битва. Должен вам сказать, прежде всего, здесь все очень хорошо показано, но первое, вопрос под меня закончен, первое, что нужно отметить, что когда в ставке Верховного Главнокомандования товарища Сталина собралось руководство фронтов, значит, вот центрального там был генерал армии Аркасовский, Воронежского генерал армии Ватутин, Степнова генерал, еще лейтенант только был конем, потом Юго-Западного фронта генерал-полковник Малиновский. Так вот, там возник вопрос, как проводить Курскую битву? Так вот, значит, одна часть, в частности, вот Ватутин, командующий Воронежским фронтом, командующий Юго-Западным фронтом Малиновский и даже Конин, они предлагали сначала наступать, разгромить эту группировку, а потом, чтобы не дать противнику, продолжать дальше наступать и дойти до Москвы. Другая группа, в частности, вот, маршал Жуков, Василевский, особенно, значит, Рокоссовский, они говорили, надо противника измотать, а потом переходить к наступлению. Сталин не принял сначала никакого решения и в течение месяца все время дискуссировал с этим. Буквально за месяц до Курской битвы Сталин вызвал Рокоссовского и сказал, вы отказываетесь от своего предложения, что надо оборону, а потом наступать. А, значит, Рокоссовский сказал, ни в коем случае, Сталин, так и сделаем. И таким образом, как вы видите, все-таки было принято решение, чтобы сначала провести оборонительную операцию, которая прошла с 5 по 12 августа июля, с 5 по 12 июля, а затем перейти в наступление и закончилась эта контр-раступательная операция 23-го числа августа месяца, с 1343 года. Еще один момент. 3-го числа июля месяца Руководству Верховного Главнокомандования стало известно, что должно начаться наступление немецких войск. И было приказано захватить пленного. А для того, чтобы немецким войскам наступать, они должны были сделать проходы в минных полях и в заграждениях, потому что они тоже в обороне долго находились. И у них были минные поля, заграждения. И вот саперы стали разбирать эти минные поля. И двух саперов захватили в плен. Они показали, что немецкие войска перейдут в 3 часа 5 июля в наступление. Начнется артиллерийская подготовка в 3 часа 5 июля. Тогда генерал Рокоссовский принял решение упредить артиллерийскую подготовку противника. И в 2 часа 30 минут, то есть до начала артиллерийской подготовки немецкой, он провел контрподготовку. Главным образом поражались артиллерийские батареи. То же самое сделал и Воронежский фронт. Но он подавлял в основном сосредоточение войск. И тем самым было нарушено управление. И вместо намеченного перехода в наступление примерно 4 часа 35 минут немецкие войска перешлют в 5 часов утра. И уже не организовано, не так, как они предполагали. И когда Гитлер узнал, что началась контрподготовка раньше, чем началась артиллерийская подготовка немецкая, от командующего центральной группы Клюги сказал «Ну, я вас всех там сейчас разборблю. В общем, как русские вас опередили, немедленно наступайте». Короче говоря, вот эта контрподготовка, которая была проведена артиллерией Центрального и Воронежского фронта, она скомкала организованное наступление. Это способствовало тому, что удар оказался слабее. Вообще, Курская битва, эта битва наиболее показательна с точки зрения умелого использования как обороны, так и наступления. Вот вы видели, что на Центральном фронте там противник продвинулся всего на 10 километров, ну здесь 12. Немножко больше он продвинулся на... на южном фасе, где там фронт, Воронежский, в Атуре. Почему? Потому что была хорошо организованная оборона. Много было противотанковых средств. Еще были подвижные отряды заграждения, так называемые. Что такое подвижные отряды заграждения? Туда входила 45-мм пушка, даже двера. Потом группа с... какими самыми... гранатами. Кроме того, находилась группа с... противотанковыми минами. И что происходило? Когда противник стал вклиниваться, а на узких участках немцы пускали порядка 100-150 орудий на маленьком участке фронта. Можно сказать, что на один километр было 200 танков. 200 танков. 200 танков. А на маленьком участке там 100 танков. Примерно, ну вот как вот этот наш двор, если взять весь, вот на этом участке 100 танков шло. причем волна за волной, волна за волной. Так что, когда они прорывались, вот это... значит, солдаты, сидя в окопах, танк подходил, они бросали. Потому что пошли тигры и пантеры, а их орудия наши не брались. Ни в лоб, ни в бок. Можно было только уничтожить с кормы. И вот танк проехал, а наш солдат бросает эти гранаты наверх, там, где выхлопная труба. И танк взрывается. Вот. То есть, там был проявлен необыкновенный героизм. Уже после Сталинградской битвы уже наши солдаты и офицеры поняли, что мы можем победить фашистов. И поэтому там они правили невероятным героизмом. Ну, ладно, пока хвалить. Спасибо. И следующий вопрос. Патриотизм. Что вы вкладываете в смысл в этом слове? В этот смысл патриотизма я включаю это любовь к своей родине. Не только к тому, где ты родился, но и та родина, которая тебя воспитала, обучила, дала тебе путевку в жизнь, которая сделала из тебя человека. И вот сейчас есть много примеров, предательства. Ну, возьмем, допустим, дважды героя Советского Союза, космонавта Алексея Леонова. Ведь не так он дал интервью и сказал, что он рад, что в Советском Союзе не стало. Человека, которого воспитали, послали в космос, обучили, послали в космос, дали ему двери звезды героя Советского Союза. И вдруг он говорит, что, мол, он рад, что Советский Союз развалился. Ну, как это может быть? Как это может быть? Вот, поэтому он уже не по трех. Спасибо. Итак, следующий вопрос. Как вы узнали о победе? О победе я узнал следующего.